Вашу вниманию глава тренер, особенно буду хайпел, Усив Павлович. Павлович, поделитесь впечатлениями об сегодняшней игре. Игра соответствовала ее статусу, настоящая кубковая игра. Играли две команды с одного города, поэтому амбиции двух команд зашкаливали в плане спортивном. Благодарю и нашей команде соперника за корректные отношения друг к другу, за хорошую спортивную борьбу. То, что касаемо нашей победы, скажем так, что игра проходила в равных, совершенно равная игра, с взаимными шансами на успех. Мы более удачливы были в исполнении стандартных положений. Это привело к победе. Собственно, и выбор Курбатора на месте со стандартом забил. Но здесь, вы обратили, наверное, внимание, у нас большая ротация состава связана с тем, что у нас очень плотный график. Так же, как и у наших соперников, очень плотный график. У нас следующая игра с Курском, которая здесь в группе лидеров находится. Поэтому мы приняли решение дать возможность сыграть ребятам, у которых было мало игровой практики. Но я считаю, что те ребята, которые вышли, они, скажем так, достойно выглядят для сегодня. Есть вопросы? Том Турцович, вот вы сейчас закончили тем, что ротация большая, что половина состава практически были люди, находящиеся под основой, периодически выходящих. То есть, насколько они себя показали, на ваш взгляд, потому что первый тайм, в общем-то, факел немножко в другую игру играл, чем вы привыкли. То, что касаемо ротации, я сказал уже, да, что показали. Каждый в меру своих возможностей внес лепту в командную победу. Я не скажу, что это ребята под основным составом. Это игроки все основного состава. У нас в заявке все игроки основного состава. Просто я еще раз повторяю, что ротация была вынуждена в связи с тем, чтобы дать возможность передать тем ребятам, которые первые три тура мы играли, вы увидели, практически одним составом. Они практически мы играли одним составом, только по ходу игры, там, две-три замены, то ли тактического характера, то ли из-за каких-то там других обстоятельств, я знаю, либо с травмами, либо с усталостью игрока делали. И большая нагрузка легла, еще раз повторяю, плотный график, с этим только связано. А так, в принципе, неплохо ребята выглядели, хотя в этом сочетании команда не играла. Тем не менее, ну каждый играл на своей позиции, по позиции замены были все, поэтому я доволен, конечно. Что с бутырином? С бутырином, боюсь, что, ну, по той информации, которую мне сейчас дал доктор, у него разрыв криморально-ключичного сочления, да, это очень серьезная травма, и если без операционного вмешательства, если разрыв, то порядка, наверное, двух месяцев, если операция потребуется, то это еще. То есть предварительный диагноз, предварительный диагноз? Разрыв, да, у меня, да, да. Как доктор сказал, предварительный диагноз, его увезли в клинику, сейчас сделают снимок, все, но то, что там травма очень серьезная, у меня нет сомнений. И при той трудности, которая у нас есть в количественном составе в линии обороны, у нас, конечно, сейчас возникнут проблемы. Ну, а мы ведем селекционную работу, и есть еще возможность у нас, если с Сережей что-то очень серьезное, то в срочном порядке будем на эту позицию искать. Немножко не по теме Киреев, в какой форме сейчас вообще, на сколько он ближайший? До этого Киреев был в форме футбольного клуба УФА. Сейчас он отношения с футбольным клубом УФА прекратил, и завтра уже он приезжает, но вы имеете физическую форму. Но, скажем так, что в связи с перипетиями, расставания с одним клубом, переход в другой клуб, было много моментов, когда он пропустил много тренировочных занятий, скажем так, это в пути, переезды, все. Но вчера он все проблемы со своим бывшим клубом, о той информации, которую я имею, решил, завтра он будет в распоряжении команды уже все, и в ближайшее время Киреев будет заявлен за команду. То есть перед вот этим вот дерби черноземным в Курске получается, что из травмированных у нас кто? Бутырин сегодня? Ну, Бутырин однозначно. А еще вот есть? Ну, есть. Вы видели, буквально на второй или на третьей минуте въехали в окопную ногу Болонину, да? Проблема у него с голеностопом, все, но честь и хвала ему, что он дотерпел всю игру, хотя я предлагал ему замену, все, я доиграл. Какая степень, какое сейчас посредство будет, только завтра, сегодня-завтра покажут все. Есть ушиб у Димы Соколова, ребра удалили, все. Степень травмы определим буквально завтра, долго доложат мне, какое состояние. Но то, что Бутырина потеряет, однозначно. Терминал сквозь не думали выпустить? Ну, если бы те моменты, которые пришли, там, в такую игру выпускать счет такой скользкий, да? 2-0, тут же мы пропускаем место стандарта все. Дима тренируется, Дима готовится, вот сегодня готовится к игре. Все, здесь в распоряжении у нас три вратаря, и Дима очень хорошо работает внутри игроков. Но в этой ситуации, конечно, рисковать смысла не было никакого. Молодой парень, игра такая, на результат играется. На следующем этапе кубка вы на миске выходите, а они уже 4-0 выиграют. Да, я в курсе в этой ситуации. Ну, опять, опять, дерби своеобразное, дерби, все. Ну, ничего страшного. На кого бы не выходили играть, они приходят, придется с любой комбинацией. Будем смотреть, будем определять состав. У нас главная задача – это чемпионат. Понятно, что и кубок мы будем играть. Я до этого говорил и сейчас повторяю, потому что мы уважительно к турниру относимся. Мы прекрасно понимаем, что выиграть нам кубок сложно будет, да, и попасть в Еврокубки через выигрышкубку – это, скажем так, нереально все. Ну, уважительно относимся к турниру. Ну, хотя бы команду первой… Ну, хотелось бы, да. Я говорил уже перед чемпионатом, что хотелось бы, да. Хотелось бы, чтобы был праздник в Воронеже, чтобы даже приезд команды футбольно-национальной лиги – это уже будет праздник для болельщиков футбола. Конечно, мы постараемся решить эту задачу. Просто недавно был прецедент и не сам звездный состав. Мягко говоря, все-таки четвертый длина вышла, так же было дело. Ну, это дела давно минувшие дни, и все. Мы реальными жизнями живем сегодняшней. Павел Иванович, ну, первый вопрос – стандартный. Комментарии по сегодняшнему матчу. Какие впечатления? Да, ну, говорить нечем, наверное. Первый тайм у нас не получился, второй тайм лучше, но не на срок, чтобы победить. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Что с Кабановым? Ну, подозрение там, что у него перелом ребер. Поэтому так вот он упал, люди на него там упали. Ну, сейчас, наверное, уже более конкретно будет, когда информация из больницы будет, когда врачи у нас специалисты посмотрят. Еще вопрос? Есть какие-то разговоры, может быть, конечно, это далекое будущее, да, но теоретически Факел пока выигрывает. Может, есть реальные шансы выиграть в ФНЛ. Если Факел выиграет в ФНЛ, вообще возможно, теоретически, чтобы вертикальную пирамиду выстраивать, то есть Факел у нас будет в руку, выбор выполняется игроками, которые проходят в Факел. То есть это пока нереальный разговор? Ну, вы знаете, разговор нереален только из-за того, что это как бы две разные структуры. Вот две разные абсолютно. То есть это хорошо, что команда, конечно, Факел должен там играть выше, то есть он флагман, да, то есть мы как бы выбор, только первые шаги начинаем делать в профессиональном футболе. Но по вашему вопросу, наверное, то есть это две разные команды. Мы, если будет возможность, и наши руководители нашего клуба, или руководители Факела, это, наверное, на высшем уровне какой-то будет. Если это какой-то будет, так сказать, ну, не знаю, я фантазировать не хочу. То есть это две разные команды, можно так сказать. Если Факел, у них, наверное, больше шансов, там, молодежная команда, как играют сейчас, например, команды в премьер-лиге, они делают команды второй лиги, там, дублирующиеся, которые играют во второй лиге. Ну, там они в одной структуре все. Молодежная команда или Арсенал, сейчас мы играли Арсенал-2, они играют во второй лиге, а главная команда начинает в премьер-лиге. Радик, в каких компонентах вы три игры чемпионата провели? Сегодня, наверное, самый сложный соперник был, да? То есть, ну, примерно понятно уже, чего не хватает, в каких компонентах добавлять нужно. Понятно уже? Ну, вы знаете, я уже сказал сейчас ребятам, что многие сыграли ниже своих возможностей. Можно рассуждать, какие у них возможности, да, то есть на какой уровень. Сегодня многие, так сказать, не выполняли то, что от них требовалось. В средней части поля, игроки впереди. Ну, можно, так сказать, поблагодарить ребят за их старания во втором тайме все-таки. Ну, второй тайм, какие-то болельщики, что стало... Играем, и, так сказать, какое-то сопротивление, сопротивление такое, что забили гол там в расчете 2-1, какая-то интрига там появилась, да, что могло быть. Потому что футбол, тем более, кубковой матч. Ну, по каждому игроку, по каждому игроку я как бы... Ну, в целом, все-таки, в каких компонентах команды? Ну, нужно прибавлять, конечно, но... Рассуждать не хотелось бы. Еще на шаге. Ну, я думаю, что это, как бы, более специальная тема, там, для разбора, там, внутри команды. Ну, ясно, что у нас не получилось, там, конструктивные, там, в середине. То есть, все-таки игроки середины поля должны более с мячом, легче обращаться, вести атаки, регулировать какой-то ритм в атаках, да, где-то быстрее, где-то придержать мяч. Все-таки у нас в этом плане немножко мы проседали. То есть, не было такого конструктивного, так сказать, начала. Конструктивного начала от игроков в середине поля. Ну, и, соответственно, тех же нападающих нужно накормить передачами. А в те моменты, когда нападающие получали мяч, у них и индивидуально не получалось. Чтобы нацеливались, все-таки обострять, обыгрывать, стрелять, бить по воротам. То есть, опять же, практически каждому игроку можно предъявить претензии, что он многое не делал так, как нужно, не показал, не то, что не показал себя, а то, что требует эта позиция игрока, он не выполнял, можно так сказать. Ухрепляться до первого сентября еще планируете? Ну, вы знаете, сейчас немножко уже сложнее. Я на эту тему уже говорил. Будет возможность, появится игрок, будет у нас для этого возможность. Потому что хорошего игрока, конечно, не то, что там хорошего игрока, а коллекционного мастера. Но здесь много нюансов. Это как бы внутреннее дело клуба. Мы не можем пока, по крайней мере. То есть, команда скомплектована уже практически. Надеемся еще раз, что наши ребята будут прибавлять. И очень рада, что эта игра, то есть вот именно с факелом, с соперником, что нужно, как второй тайм сегодня, по крайней мере, по старанию, по желанию. И, ну, конечно, нужно добавлять качество. Вот так каждую, вне зависимости от соперника, с первой минуты играть. Тогда она пойдет в гору, пойдет в рост. Потому что пока кто-то еще у нас с уровня КФК, никак не может во вторую игру. Какие-то игроки в прошлом году. То есть пока, к сожалению, я вижу, это дисбаланс подготовки в сыгранности и некоторых игроков в вопрос стараний и желаний. Можно так сказать.